Ребята, короче мы открылись, работаем уже четыре дня в таком тестовом режиме, в общем я уже нахожусь внутри нашего заведения. Сейчас я вставлю видос как выглядит наша входная зона, как мы оформили наружную рекламу, вы посмотрите более подробно. Так давайте пройдемся немножко по заведению, сейчас покажу, коротко расскажу, подведу итоги прошедших четырех дней и вообще покажу как мы вообще функционируем. Ребята, что мы имеем здесь входную зону, у нас здесь небольшие столики для людей, возможно в будущем поставим какие-то стульчики, просто я думаю поставить какие-то там нищечки, типа конфет, салфеток, плюс возможно поставим для людей здесь бесплатную воду. Холодильник коа-кола привезли по высоте и не встал, потому что здесь ограничены высоты и пришлось отвозить, так что будем маленький заказывать, пока что просто на витрину поставили то, что мы имеем. Так погнали дальше, сейчас покажу что она из себя представляет. Здесь у нас менюшка висит для людей входная зона, такая же у нас меню аналогичная висит на входе. Короче здесь мы имеем зону заказов, получается полностью для кассира автоматизированная. Заказали планшет с облачной системой, постер я уже говорил, плюс у нас есть терминал, чтобы рассчитываться карты, с приватбанком соглашение подключили и все нормально, работает. Плюс машинка для печати чеков и сама касса. Дальше у нас есть кофейная машина, взяли ее в лизинг в аренду, платим, короче напополам, половина за аренду и берем там 5 килограмм кофе специально у них. Возможно в дальнейшем, если пойдет трафик, будем брать чисто у них кофе, не будем за аренду ничего платить, но если вы хотите нормально работать, именно брать несколько килограмм, то надо продавать 40-50 чашек в день, чтобы себя чувствовать комфортно. Но посмотрим, спрос есть, нужно сейчас продвигать продукты, думаю, все будет нормально. Так, здесь у нас холодильная витрина. Холодильная витрина у нас создана для того, чтобы, например, какие-то овощи или соусы всегда находились в температуре, как в холодильнике. То есть мы выложили заготовки, гость пришел, мы быстро собрали блюдо и потом уже бросаем на гриль и все отдаем. Итак, в общем, как я говорил ранее, у нас холодильная витрина, здесь мы храним несколько видов соусов, которые сами производим, плюс помидоры и огурцы, все быстро нарезаем, плюс у нас заготовки в холодильнике уже лежат и так далее и тому подобное. Здесь весы мерные, потому что сейчас хотим, чтобы был стандарт порции, у всех выход был одинаковый, не так, как на глаз все кидают, чтобы качество каждого ролла было одинаковое. Плюс по грилю идем. Гриль обычный, прижимной, как обычные ребята, которые там на шаурме используют, то есть они там особо по функциям не отличаются. Мармит, вот если набираем туда воду и на пару мяса хранится после того, как мы приготовили его на мангале, то есть несколько секций, можно хранить несколько видов мяса, плюс мы там готовим картошку фри или что-то еще, когда потом гостей, чтобы в Армите всегда было тепло. Итак, здесь у нас обычный холодильник, мы заказали, храним здесь продукты, в принципе по объему того, что у вас смещается нам хватает, потом если что добавим, плюс холодильную витрину используем. Здесь у нас внизу наша машина, тестомес, которая отвечает за замес теста, сейчас тоже прорабатываем разные рецептуры или на молоте, или на воде делать, спрашиваем у гостей, как лучше. Так, ну вот у нас наша основа всего, что здесь происходит, наш гриль. В общем, что по грилю? По грилю еще по вытяжке настолько много пара с него, что даже мотор, который мы вмонтировали сюда в боковую штуку, он не помогает. Договорился уже с арендатором, будем делать дырку в потолке и всовывать еще один мотор, тогда мы уже точно обезопасим себя, потому что здесь такой дым стоит, гости уже некоторые забегают, говорят у вас что пожар происходит, но, как видите, по грилю, что я могу сказать, гриль очень хороший, работает на пилетах. Получится, сюда закидываются пилеты, рассказываю немножко обзорчик гриля, может потом более подробно еще расскажу. Закидываем сюда пилеты, мы их сюда закинули, после этого мы открываем здесь регулятор, обычная газовая штука, которая разжигает костер, нагреваем пилеты и за счет того, что от пилетов поступает сюда жар, вот у нас есть жарочная поверхность, можно более сюда подробно посмотреть, обычные решетки, пластины из нержавеющей стали, она закрывает полностью от огня и решетки нагреваются и под колпаком температура доходит до 300-350 градусов. Так, в общем, здесь у нас зона раскатки теста, здесь мы раскатываем тесто, замешиваем его, лепим на лепешки и плюс у нас здесь стоит индукционная плита, которая быстро нагревается и обжариваем каждую лепешку, то есть каждую лепешку раскатываем специально для вас, чтобы вы наслаждались лучшим качеством когда-либо. Так, идем дальше, что у нас здесь? Здесь у нас рукомойник. Рукомойник тоже интересная конструкция, как вы знаете в МАФах у нас ограниченный доступ к воде, канализации нету, поэтому долго думали насчет этого вопроса, как вообще поступить и так, что мы имеем здесь? Здесь у нас сливной бак, прям канализация у нас здесь, мы можем ходить сливать. Идем дальше, здесь у нас насос, который качает воду из ведра, он абсолютно электрический, сейчас покажу, как это работает. Вот мы открываем кран, водичка течет, все отлично, то есть несколько таких ведер, 2-3 ведра максимум в день хватает с головой, чтобы обеспечить нас водой. У нас здесь стоит морозильный ларь, конечно, место мы специфическое нашли для нее, так как возле гриля мы ее не можем поставить, потому что она нагревается и неизвестно, что может произойти. Храним здесь картошку фри, луковые кольца, колбаски гриль, плюс какие-то остатки мяса храним, так как в холодильнике все вечно находиться не можем, это зависит от потока. То есть если поток есть, достали, разморозили, нагрели, бросили и уже от этого отталкиваемся. Итак, какие можно сделать выводы за 4 дня? Мы посмотрели вообще на поток, трафик очень хороший, нужно заинтересовать человека, зайти сюда какую-то скидку, может будем ходить флайера раздавать, может какие-то будем акции, приведи друга там, получи там в подарок что-то, потому что вроде люди приходят, продукт им нравится, спрашиваем, что не так, чего добавить. То есть люди приходят, им нравится продукт, мы говорим, что он там добавит, чего не хватает. Говорят, да, реально вкусно, лепешка, которую мы с вами производим, плюс мясо на огне и оно все вместе получается очень вкусно. Но некоторые люди об этом не знают, то есть они проходят и спрашивают, что это вообще такое, что оно себе представляет. Некоторые думают, что это ролл какая-то японская или китайская кухня. То есть основная задача на сейчас продвигать продукт, донести до людей, что это ничего сверхъестественного здесь не ма. Это мы, как говорим людям, это альтернатива шаурме, только немножко качественнее продукты подобраны, а так, в принципе, то же самое. То есть сейчас будем продвигать в массы, ходить, какие-то делать акции. То есть в первый день, когда мы открылись, было минус 50 на все меню, пришли там офисники, вот они сейчас пришли и теперь они сейчас ходят почти постоянно, последние несколько дней. То есть было 20-30 чеков в день. Понятно, это не то количество, на которое мы рассчитываем, но в дальнейшем, я думаю, да, еще много проблем, много вопросов, но постоянно будем их разгребать. Поэтому оставляйте комменты, что вы там хотите видеть, что хотите слышать. Короче, всем добра, на связи. Йоу! Субтитры создавал DimaTorzok